Девушки отдыхают 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 Идать в открытый вагон. Готово. Уложен багаж. Диван. Чемодан. Саквояж. Картина. Картина. Картонка. И маленькая собачка. Но только раздался звонок. Удал из вагона щенок. Сквозьки за станции дно. Потеряло место дно. В испуге считают багаж. Диван. Чемодан. Саквояж. Картина. 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 Товарищи, где собачок-то? Вдруг Витя стоит у колес. Огромный серошиный пес. Водим его и в подачу. Кунар где лежал спояж. Картина. Картина. Товарищи, где собачок-то? Диван. Кунар где лежал спояж. Кунар где лежал спояж. Кунар где лежал спояж. Кунар где лежал спояж. Картина. Позвольте мамаша. На станции согласно багажному станции от вас будет получена багаж. Диван. Чемодан. Своя ж картина. 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 Кунар где лежал спояж. Однако за время пути Сабата могла подрасти. АПЛОДИСМЕНТЫ Корней Чайковский. Муха Цокотуха. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ 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 ВОЧНЫЕ КОНЕЦ 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 Нет, пойду я на базар и куплю там самовар. Позову я в дом гостей, знакомых и друзей. 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 Я соседка пчела, тебе мёда принесла, а какой он чистый, сладкий и душистый. Спасибо, спасибо, мои дорогие. Садитесь за стол, самовар готов. А кто я тебя млажanstид? Что же нам 맞아, что ты 1971? Шшшшшшшшшшшшшшшш и хуйшшшшшшшш. А когда шагу хороша, очень добрая душа, Будем в гости приводить, чай самовара пить. Мы посыпаем связь с этим, цветочек принесли. А цветочки не пластырь, а цветочки уголки. Вы пусть от примете и нас в чай угостите, А мы вас будем прославлять дороги, будем вам желать. Спасибо, будьте красивы. Прошу за стол садись, а вы чай угостите. Кушать, не стесняйся, все угощайся. Кушать, не стесняйся, все угощайся. Я ручейща, длинные ручейща, Я за ручейща, за ручейща, Вот ты попалась. Иди сюда скорей. Ползины тебя в ручку, И в домик тебе удастучу. Сходи в гости, Помогите, полка, злодея, погружите. И кормила я вас, и болила я вас, И помните меня в твой последний час. Помогите, что в домик тебе угостарайся, Лучше на вода продлечаться. Я не только пухнем, Я и пчел и комаров. Всех попробовать готов! Ха! 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 Где убийца, где молодей? Я боюсь, я боюсь детей. Паука я не боюсь, С пауком-то я страшно. Паука я победил, Я тебя освободил. И теперь, в шаге бит, Будем вместе танцевать, День рождения отмечать. Почти, бит, я мой храбрец. Давай, ты видишься, папа. Пойду меня, Друзья меня получают. Да, ты можешь оставаться. Почти, бит, я тебя освободил. Игорь Шоршун, Саша Кирзанов, Маргерин Базимеров, Егор Гранцый, Вика Керстюдина, Лера Рынчевенко, Миша Кулинов, Леонид Грешнов, Домов, Саисия Печенова, ваши актрисменты. АПЛОДИСМЕНТЫ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Осень. Константин Байман. Читает Мария Потапова. Константин Байман. Осень. Поспевает брусника. Стали дни холоднее. И от птичьего крика все-таки только грустнее. Стали птичьи улетают. Бручь за синий море. Все деревья блистают. Разноцветное море. Солнце режется. Нету в цветах благополучия. Скоро восемь растет. И заплачет про сон. АПЛОДИСМЕНТЫ Парус. Михаил Вернадов. Читает Марк Куликов. Глебит парус одинокий. В тумане море голубого. Что ищет, что он в стране далекой? Что кинул он в краю родной? Играют волны. Ветер свищет. И мачт огнется и скрипит. Увы, он счастья не ищет. Нет счастья он бежит. Под ним струя светли лазуре. На дню солнце золотое. А он не тежно просит буре. Как будто в буре есть покой. Чудо-дерево. Корней Чуковский. Читает Родион Лепфог. Чудо-дерево. Корней Чуковский. Как у нашего Мирона на носу сидит ворона. А на дереве верши строят гнезда из лапши. Сел баран на пароход и поехал в огород. В огороде-то нагряет. Вырастают шоколадки. Как у наших у ворот. Чудо-дерево растет. Чудо-чудо. Растет чудеса. Не цветочки на нем. Не листалочки на нем. А чулки да башмаки. Словно яблоки. Мама по саду пойдет. Мама с дерева сорвет. Туфельки с окошеком. Новые колошки. Папа по саду пойдет. Папа с дерева сорвет. Маша. Гамаш. Зимки. Ботинки. Немки-чулки. А для вулочки. Такие крохотные вязаные башмачки. И с полпончиками. Ветхая избушка. Александр Клок. Читает Ворозан Аврекан. Ветхая избушка вся снегу стоит. Бабушка-старушка из окна глядит. Внукам-шелунишкам по колено снег. Веселый ребятишкам быстрых встанут в бег. Веруют, смеются, лепят снежный дом. Звонко раздаются. Колоса кругом. В снежном доме будет резвая игра. Пальчики настудят. По домам пора. Завтра выключаю. Глянут из окна. А муж дом растаял. На дворе весна. Как неожиданно и ярко. Федор Тюнчев. Читает Диана Креслева. Неожиданно и ярко. Федор Иванович Тюнчев. Как неожиданно и ярко. На влажном небе синеве. Воздушная воздвиглась арка. В своем минутном торжестве. Один конец леса вонзила. Другим за облака ушла. А на пол неба обхватила. И в высоте из немогла. О, в этом радужном видении. Такая нега для очей. Она была на мгновенье. Лови его. Лови скорее. Смотри. Она ушко преднела. Еще минута, две. И что же ушло. То уйдет все цело. Чем ты и дышишь, и живешь. Афанасий Фед. Есть в осени первоначальной. Читает Игорь Крысанов. Есть в осени первоначальной. Короткая, но дивная пора. Где этот коровый хрустальный. И лучше за ранние вечера. Где годы все были. Падал голос. Теперь уж пусто все. Простор везде. И шпалутины тонкие волосы. Вместит на красном борозде. Птицы слышны боли. Но далеко еще до первого земли. Идется чистая, теплая вода. На отдыхающие боли. Мука Морья. Александр Пушкин. Читает Никита Смирнов. Александр Сергеевич Пушкин. Мука Морья дуб зеленый. Мука Морья дуб зеленый. Золотая цепь над бетон. И днем и ночью кот ученый Все ходит по цепи крыгом. Идет направо, песнь заводит. Налево сказку говорит. Там чудеса, там леша бродит. Пусалка на ветвях сидит. Там на неведомых дорожках Следы невиданных зверей. Искушка там на курьих ножках Стоит без окон, без дверей. Там лес и долгий день полный. А в заре прихлынут волны. На брех песчаный пустой. И тридцать витязей прекрасный. Чередой из год выходят ясно. И с ними дядька их морской. Там королевичным охотом Менят грозного царя. Но в облаках перед народом Через леса, через моря Колдунь несет богатыря. В темнице там царь ехлит. А бурый волки вверх служит. Там ступа с бабой егой. Идет, придет сама с собой. Там царь кощей над златом чахнет. Там русский дух. Там Русью пахнет. И я там был. Мед, пиво пил. Море видел, дуб зеленый. Под ним сидел. И под ученый своими сказками говорил. Одну я помню сказку эту. Поведу теперь я свет. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Зонтик Мария Сидорова Читает Мария Потапова Мария Сидорова Зонтик Если дождик проливной, Зонтик я беру с собой. Очень яркий и большой. Желто-красно-голубой. Кто с ним покричается, Очень удивляется. Говорит кругом народ. Вот так чудо. Сон дойдет. Даже чуточку ванильное. Что меня совсем не видно. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ваши аплодисменты Средней группе Кинобеджа. АПЛОДИСМЕНТЫ Как я уже сказала, Ребята первый раз выступают С музыкальным номером. Так что, надеюсь, Все будет хорошо. Максим Дунаевский. Тридцать три коровы. АПЛОДИСМЕНТЫ ЗВУЧИТ Продолжение следует... 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 Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Аплодисменты Аплодисменты Добавил субтитры DimaTorzok 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 не может. Джек самый ловкий кролик во всех загонах бегового клуба. Он номер один, ты номер два. А Джеки пишет в газетах, Микки Ду любит Джека как сына. Джеки держал уже 12 побед над лучшими борзыми бегового клуба. А ты знаешь, что сделает Микки Ду, если Джека держит 13-ю победу в финале? Нет, я ничего не знаю. Он отпустит его. Завтра, если красавчик Джек сумеет одолеть борзую фангу лучшим из лучших, он вернется на гольф. Вот что придумал пьяница дух с разрешением старика Клэмперс. Черт возьми, до сих пор окрестности Ничузана не видели ни одного ушастого, который сумел бы вернуться из загонов клуба живым. Так вот, я не хочу, чтобы он вернулся живым. Я не хочу, чтобы он получил свою тринадцатую звезду, и ты поможешь мне вернуть. Ты ведь станешь кроликом номер один, самым быстрым, самым знаменитым. Все газеты напишут о тебе, все грачихи будут смотреть на тебя с восхищением. Все, и даже это... Коскин. Крис, наклоска, сын. Вот именно. Как я мог забыть? Да не будь я сам с Лайманом, а кроликом, я бы гору свернул ради такой красавицы. Так вот, что ты должен будешь сделать. Вчера вчера все ставили на Джека против Фанга. Все знают, что Джек может победить, и действительно победит, если только... Если только что? Если только сегодня ночью с ним что-нибудь не случится. Какая-нибудь драка с другим кроликом. А в этой драке Джек может совершенно случайно сломать себе ногу. И не дрожи, Громила. Дело-то простое, как морковка. Скажи «да» и считай, что тебе крупно повезло. Че ты молчишь? Я сделаю, как вы сказали. Сейчас вам очень уйти. Никто не должен винить консультации. Распокойся, Громила. Все ушастые давно дрыгнут в своих клетках. А твой друг, боевой конек, уже давно видит себя на свободе. Свобода это самый сладкий сон. Я не прощаюсь, Громила. Мы еще увидимся. Спасибо. 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 Это кто тут такой? Новенький, да? Как нам тебя звать? Пушок, Света. Ты хоть был упушок, не понимать. Сейчас ты что расскажешь, зачем ты прятался и послушал. Ой, больно, обустите меня, я не плевать, правда? Просто завтра. Что завтра? Завтра меня выпускают в первый раз, но они же убьются меня, эти огромные злые собаки. Может, да. Может и нет. Но я дам тебе хороший совет. И если ты хочешь еще побегать, ты забудешь обо всем, что сегодня слышал. Ты спал. Ты очень крепко спал, рядом. Хорошо, мистер Гавилов, расскажете, только будем. Люблю, догадываю, Гавилов. Сейчас ты еще три раза скажешь, что спал и ничего не слышал. Не можешь ложиться. Спал, ничего не слышал, я спал, ничего не слышал. 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 А это вы, мистер Джек? Да. Какой тебе мистер Джек? Зови меня просто Джек. Мы кролики одного загон. Считай меня своим братом. Договорились? Я всегда мечтала не такого брата, как мой. А теперь вытришь слезы и расскажи, как ты попал сюда. Это был ясный, солнечный днек. Это было не свой завтрак, а после завтрака я плоховато бегаю. Но, правда, я до завтрака плоховато бегаю. Но мне моя бедная бабочка говорила, «Бышок, тебе нужно учиться бегать быстрее». Это болезнь и здоровье пригодится в жизни. А я не любил бегать, любил полежать и поспать. И поесть. А потом еще немножко полежать. Ну, как же я так подло. Ловить кроликов в двух шагах от дома. Это так ужасно. Прямо за уши в мешок. Если, извините, но я сама каждую донула, где была в мешке, вы меня поднимаете. Нет, когда меня поймали вместо мешковых ящиков. А как им удалось затолкать вас сюда? Вы же такой сильный. Вы же так быстро бегаете. В ящик меня втолкнули, то есть сделали мои родители. Ох, ваши родители, ваши собственные родители, ваша мама и папа. Да, ты что-нибудь услышал о большой ничезинской обладе? Нет, никогда не было. Это случилось в тот год, когда у фермеров был неурожай. Они решили, что кроликов развилось слишком много. Тогда все охотники штата Каскад собрались в условленном месте они двигались против ветра. Нет, они не стреляли. Они издавали такой шум, такой перехот, что ни одно живое существо не могло устоять перед из них. Все бежали, бежали, бежали. Самые сильные добрались до западни. Самые умные забрались в ящики. Если бы не мои родители, я бы ни за что не догадался, что надо лезть в ящик. Я был молод, и был. Но они затолкнули меня туда силой. Они не спасли меня. Эй, Пушок, кончай ливить. Жизнь продолжается, надо держать Пушу торчком. Мы еще побягиваем, мы еще заставим собаков хтеть. А теперь поднимайся, я хочу, чтобы ты показал мне свой разведочный прыжок. Боюсь, у меня плохой прыжок, ты пришел прежде. Давай, какой бы он нервов, прыгай. Ой, бедная мамочка, она же так часто говорила мне, пошел, тебе нужно научиться прыгать выше этой полезной дороги. Но у меня было такое ощущение, как я хочу. Слушай, если завтра, когда тебя будут догонять борзая, ты остановишься и будешь ей рассказывать про свою мамочку и про свои чувства, тогда потом загонена, дымок ролика станет меньше. Что вы намекаете? Ты будешь прыгать, или нет? Я знаю, это был плохой прыжок, я вас предупреждала, вам не понравится. Отчего же, это было не дурно. Правда? Да, я уже видел такие прыжки. Так прыгает корова, когда ее кусил швей. Так прыгает медведь, когда у него в шкуре завелись плоти. А ты, пушок, не корова, а кролик. Завтра, пушок, ты будешь один на зеленом поле. Через 20 секунд, по твоему следу, выпустят забор. И вот ты бежишь, ничего не слышал. Вдруг прыжло, и вот ты уже видишь, с какой стороны они заходят. Налево, направо, вперед, назад, петля, еще петля. Налево, направо, солнце, и эти люди на трифунок бегают. Музыка играет, но ты ничего не слышишь. Ты весь прыжок, и все, не ввести бы усиление. И кролик, ты создан для бега, как птица, для полета. Бой у меня, ты смотришь, солдат, прыгай! Выше, крепче! Теперь зажгу лед глаза. А страх, это плачет страх, это плачет собаки. Прыгай, теперь я собака, попробуйте, не догоняйся. Пусти, я в бассейн бежал. Ты молодец, пришел. Джет, вы раскричались, как макарские коты в лунную ночь. Завтра, какому быстрее побегать, не лучше ли отдохнуть. Пока есть время. И при новеньке разбудил меня своими попами. Теперь все мне будет объяснить. Черт, и вот раз нажали, мы с Пушком не мог бы улыблись. Да, познакомься, это ясногласка, самая прекрасная городчика, что по каскаду. А это мой друг Пушок. Ну, ничего такой. Молоденький, наверняка скучает без своей мамочки. Угадал? Самый точек. Какие вороны? Скоро детей на состязаниях выставляет. Джек был не старше, когда попал сюда. И давай, куклы-то, место для кройки быстро взросли. Может, да, а может и нет. Некоторые так и останутся, молоденькие. Что примените? Пушок, Пушок. Расскажу тебе стишок. Наш Пушок бежал, бежал, вдруг споткнулся и упал. Догнала Пушка собака. Ох, недолго будет драка. Где наш кролик, где Пушок? Вот и кончится стишок. Лупа, что-то громила. А что, уже и пошутить нельзя? Глядите, как он трясется. Не робей, не робей, мой маленький Лупушок. Не все кролики поднимают лапки кверху в первом виде. Не все. Пусть. А я не собираюсь, Кулак. Не все. Но ноги. Новички боятся. Страх — это такая забавная вещь. Очень мешает бегать. Давно ли ты сам дрожал, как осиновый лист? Твоя правда, Сталя. Было дело, и я дрожал. То ты не был таким маленьким нацинком, как этот Лупушок. Мы с братьями росли без отца и рано поняли, что почем. У каждого свои проблемы. Зачем же творчество настроения? Я готов его к завтрашнему дню. Он неплохо прыгает, у него есть шанс. Конечно, есть. Один. А остальные 99 против. Да прекрати, что с тобой сегодня? Со мной-то все в порядке. А вам парню не повезло. Говорят, завтра таких собак выставляют. Это что-то особенное. Не одно из слов. Все крутые. Злющие. Можешь мне, конечно, не верить, но у меня как-никак 8 сделаст. У вас 8, у брата Джека 12. Он хорошо считает наш Пушок. Умные нынче кролики пошли не то, что мы. Один, дам тебе хороший совет. Побежишь завтра, считай до 20. Ты считаешь и кай. Кончай, пародина, слушай. Ты не слушай, не с тобой разговаривай. Кому говорят, отстань от него и проспись, пока не развело. А если не пойду? Может, мне как раз охота поговорить? Мальчики, не смейте ссориться. Громила, отстань от новенького, а ты, Джек, от Громилы. Завтра у вас серьезный день. Помиритесь прямо сейчас. Я так хочу. Ну, вот, поберечились, Громила. Давай лапу не забудем о дыхании. Пожалуйста. Если ты спорим слезы, если ты полезешь, еще раз не придется на танцы по уши. Скажи спасибо из-за пригласа. Я сегодня не стану ссориться. Вот и хорошо. Ты всегда был правым кроликом, Джек, буевой конек. Ты отличный двигатель, согласитесь, да? Правда? Правда, он трюсоватый немного. Ну, против природы не попрешь. Какие родители такие, дети. Видно, твой отец тоже был трюсоват, угадал? Он не должен так говорить, помираться. Видно, твою мать в свое время знатно испугала какая-нибудь собаченца. Он не должен так говорить, помираться. А потом у этих двух напуганных, ушастных родился самый храбый сынок. Феточка, если меня, вы не отвечаете ему, брат Джек. А вы, мистер Громила, если хотите подраться, удайте меня, вы терплю. Если я удаю тебя, мой маленький горшок, то собака ничего не останется. Эй, Джек, видно, маленький заступается за тебя, а ты стоишь у него за стыдом. Извините меня, но я так больше не могу. Дам им улучшать сюда уйти. Вот еще, никуда не уйду. Джек, ты быстро бегаешь, но Громила повыше ростом и посильнее будет. Веслоуха, останови их. Пускай дерутся, если им так хочется. Ведь их двое, а ты одна. Научник, Громила, я не позволю себе начать драку сегодня. Начнешь первым, тебе здесь не жить, обещаю. В понедельник другое дело. В понедельник можешь заболять дурака и пускать друг другу кровь. Пойдем со мной, Пошок, надо поговорить. Есть такие хитрости, о которых даже Джек бы его к калеку подозревает. Она права, надо быть безмозгом и безухим болваном, чтобы выяснять отношения сейчас. В понедельник я не заставлю тебя ждать. В понедельник еще так много времени. Ладно. Живем и видим. Спокойной ночи. Ну, это хорошо. Терпеть не могу, когда ссорится. Какой человек, ну этот Крыльев, такой грубый. Он тебя не обидел? Нет, что ты, совсем нет. А старуха считает, что вы деретесь за меня. Смешно. Ничего смешного. Все, что я делаю, я делаю только ради тебя. Я думаю тебе каждый день, каждую минуту и каждую секунду. Даже когда ешь капустные листья? Даже когда ем. Ну и глупо. Когда ешь капусту, надо думать о капусте. А будешь думать обо мне, подавишься. Подожди. Чего еще, Джек? Скоро утро, тебе надо поспать. Я должен тебе кое-что сказать. Завтра скажешь. Нет, завтра я должен получить 13-ю звезду. Какая разница? Одной звездой больше, одной меньше. Джек, ты быстро бегаешь, ты получишь еще много таких звезд. Нет, 13-е все. Не понимаю. 13-я звезда, это моя свобода. Опять не понимаю. Не обещай. Это совсем не случайное число. Соединенные Штаты тоже стали свободными перед их стало в 13. 13-е звез на флаги. 13-е звезда на моих ушах. Это совсем не случайно. Так говорим, мы едем, а это единственный человек, которому я доверяю. Все равно ничего не понимаю. Уши Штатов под... Я всегда не пьюсь на глазка. Это и есть твое кое-что? Да, и знай, я не уйду отсюда без тебя. Конечно, не уйдешь. А тут и никто не уходил. Джек, ты милый. Спасибо тебе. Спасибо. Это совсем неподходящий ответ. Что ты хочешь услышать посреди ночи, когда меня разбудили? У меня теперь будет бессонница. Правда. Джек, ты не просто милый. Ты очень-очень милый. Это правда. Все крыльчихи всех законов мечтают о тебе. Меня совершенно не интересуют все. Мне нужна только ты. Только ты одна. Ну, потерпи еще немного, Джек. Хотя, если ты настаиваешь, то я тоже могу тебе кое-что сказать. Прямо сейчас? Да, прямо сейчас. Встань вот сюда. Держим от глаза. Спокойной ночи, Джек. Обманула. Как же так получается, что самая хитрая собака не может перехитрить меня? И с наглазка запросто. Но все же она сказала, что я очень-очень милый. Целых два раза. Мне кажется, это одно и то же. Вот идиот. А сейчас, дорогие зрители, вы увидите литературную композицию по курсу сценической речи под названием «Путешествие». А также пасни Крылова «Щука», «Купец», «Ести и корни». Отрылка из рассказа Марк Твена «Письма Земли» и рассказ Александра Графеева «А Германа все нет». Педагог Ольга Дмитриевна Гонко. Исполняет студист старшей группы. Анастасия Погодина, Станислава Моисеева, Александра Сучивина, Алексей Дунаев, Ярослав Федоров, Данил Гурьев. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok А дело в том, что из-под Костромы, из-под Костромщины, из Клина, шли три мужчины с Климом, подошли мужики к полю, а поле-то не поле-то, а поле-то не поло-то, просит полюшка попить, нужно полюшка полить. Вдруг в поле задопали кони, а то под копыт пыль попали, а то под копыт пыль попали несется. Пол дороги по дороге, только пыль дороги. Грязи у Олега, нырязлой телегой, сидит тут Олегу до самого снегу. А в это время в сынойном поле, через перекати поле, мотоциклировали, 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 33 мотоциклиста. Да так мы мотоциклировали, тут видят мужики, вертолет летит. Вертолет вертел винтами, волновал траву ветрами, самолет пикировал, 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 а не выкировал. У Вити бит, а у Вити бит. Кто-то акал, кто-то окал, кто-то дашал, кто-то якал, кто-то якал, Кто-то хрякал, кто-то громко фукарекал. Побежали мужики к машинам, а машины все растоможены. Машинисты расторможены, колеса расторможены, пассажиры растревожены. Ну что тут делать? Хочешь ли, мужики, дальше? Топали, да топали, да топали, да топали, да топали, да топали, да топали. В это время мужики из-по Костромы, из-по Костромщины, из Клина вышли вместе с Клином к морю. Море нынче голубое, море вовсе без волны, в этом море без прибоя были горы влюблены. Сели мужики в баракас и поплыли в порт. Раз. Да вот, да поют. Раз, два, раз, два, три. Парус наш, красович, сыр, нас и шторм не устрашит. Солнце печет, время течет, песню другую поют мужики. Раз, два, три. Много ли, мало ли, милями медленно плыли, мы вдоль по волнам. Волны молили, мы ливни манили, мы мыли, ковали, земля снилась нам. Вдруг падут в весе, все каракатицы из земли поднимаются, когда шторм начинается. Кричат, каракатицы, ни за что не бросим. В баракас, может быть, убираются, баракас по ним и прогибается. В это время в море тридцать три корабля лоббировали, 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 да не вы лоббировали. Маневрировали, 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 да не вы маневрировали. Хорошо, что бакенчик с факером Забакил факер на бакене И все равно наскочил только сновей И мужики из-под Костромы Из-под Костромщины Две недели карамель намели ели 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 В это время подолаз Выловил Парка с веслом и говорит капитану, Пока твой корабль не испытан океаном, Свидеть хорошо и плохо еще рано. Потом водолаз привелся на борт. Матрас и все дружно с бакенщиком водолазом Поплыли в порт матрас. А в порту матрас? Матрас и водолаза порвали. Но в раке альбатросов. А в порту матрас? Матрас водолаза порвали. Матрас водолаза порвали. А для архе альбатросы. А дело в том, что из подкастрам чины и из девушки тоже исключат Guillermo. Подожди только и в поле. А поле то не болит, да, только не болит. Прости, Бомышка, по бить. Тут-то Бомышка маленький. Друг в поле, будто в подконе. А то, да, да, да. А то, как кавлю, 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 кавлю унесался. Вон, дороги, по дороге, по какой дороге! Говори, ты,такой, Дар全я, посиди туда-нибудь! На Таму во снегу! А в это время на этом поле все... При каких поле? акцеллировали, акцеллировали!!! 33Мотетплиска заторами profile Тут видят мужики, вертолет влетел с вертолетом. Я сел месами, волновал травыми ветрами! Самолет пикировал, 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 пикировал! Да не выпикировал, У Бори – вид, а у Миссия – бинк! Кто-то аккуратно! Кто-то отпал, Кто-то нос. Кто-то дыркал. Кто-то якал, кто-то глупар в горякал. Побежали мужики к машинам. А машины все растопожены, машинисты расторможены, колёса расторможены, пассажиры растревожены. Ну что тут делать!? Пошли мужики дальше. в таболе, Prabodようcyclý! Так что мужики испокостравы, из-под Костравщины и Скийна вышли вместе с Климовым морем или Джиглл cavallem на левом современную волны, за это время в этом море к спрário больative Все эти мужики в баркасы поплыли под матрас. Солнце печёт, время течёт, крестью другую поют, мужики. Вдруг подул ветер, все каракатицы из воды поднимаются, когда шторм начинает. Кричат каракатицы, ни за что не бросим, баркас ножками упирается, а баркас под ним прогибается. В это время в море 33 корабля ловировали, ловировали, да не выловировали, маневрировали, маневрировали, да не выманеврировали. Хорошо, что батничек с факелом сболил факел на бакине, и все равно наскочил баркас на мере. И мужики-матросы из-под Костромы, из-под Костромчины две недели в караме на мельере. Только не время в водолазе головил баркас с веслом и говорит капитану, пока твой корабль не испытан и глянулся, и хороший липлот он ещё рано. Потом водолаз принес на борт в матрас, и все дружно с батничеком водолаза поплыли в борт в матрас. Ледская молва, что морская волна, так и катится, так и катится, но совсем по кругу катится. Пообрази Бразилию, изобрази Азию, нарисуй Сирию, расспроси про Персию, сфотографируй Африку, Арктику и Антарктику, найди-ка на карте и попробуй исколесить Россию. Клим из Клина едет в Минск, из Минска в Минск, из Убинского в Минск, из Минского в Минск, из Долу в Ольгов, из Альбов в Покров, из Покрова в Ковров, От Галининграда до Владивостока, от Ханты-Мансиска до Сыктывкары, ехал в Казань и заехал в Рязань. В Чите течёт речка, Читинка, речка, Читинка течёт в Чите, А наша река широка, как-какар, а как-какар, да так, как-какар. Вы спросите, а где Клим из Клина? Так он вернулся в Крым. И Клима в Ялте на причале, Волны в полночи качали, С бегучим перезгоном старинных колокольников. Колокол колокольный на колокольни колокольствующих, Вызывает у колокольствующих колоколения. Тит тут! 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 А тит тот! 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 А тётя Тит, а тут? Тут! 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 А та 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 та! А тут! А тут! И тут! И тут! И тут! И вот однажды мужики из-под Костромы, Из-под Костромщины видят. Яшика на яхте, Яблоки на ярмарку, В ящиках везёт. Яхта легка и послушна твоя, Да бороздила на ней я моряк, Сказала она, войдя назад. Вашим ребятам от наших... Привет! Конечно, можно возмутиться, Куда оно смотрит адмирал. А в это время... Истерически! 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 Раз нервничавшийся адмирал, Каману на берегу. Адмирал, оббирал, не адмирал. А как дело было дальше, Знает только Скотланд я! Адмирал, оббирал, не адмирал. У нас дома нет Ничего подобного. Люди. Все сумасшедшие! Остальные животные Все сумасшедшие. Земля сумасшедшая! И сама природа Тоже сумасшедшая. Человек. На редкость любопытная диковинка. В своём наилучшем виде Он представляет собой Блокированного ангела В самой низшей категории. А когда Он по-настоящему плох, Это нечто невообразимое, Недолупроизносимое. И всегда, и везде, и во всём Он по-настоящему. И при этом Он с полной невозмутимостью и искренностью Называет себя благороднейшим творением Божиим. Честное слово, нельзя сказать, чтобы эта мысль пришла к нему недавно. Во все века Он верил в неё и провозглашал её. Верил в неё! И ещё никто из всего этого племени ни разу не заметил, Насколько она смехотворна. Кроме того, крепитесь. Он считает себя любимцем творца. Он верит, что творец гордится им. Он даже верит, что творец любит его, Не спит ночами, сходит по нему с ума, Не спит ночами, чтобы восхищаться, Да, да, чтобы бдеть над ним и охранять его от бед. Он молится, прося помощи, милости и защиты. Он молится и думает, что он слушает. Мило, не правда ли? Да ещё он нашпиговывает свои молитвы грубейшей, Откровенной лестью. И полагает, будто он морлечит от удовольствия, Слушая подобные нелепые словословия. Каждый день он молится. Но до сих пор ни одна его молитва Не была воспринята. Но такой ежедневный афронт, Ежедневный провал его не обескураживает. Он продолжает молиться, как ни в чём не бывало. В этом упорстве есть что-то почти прекрасное. Кроме того, крепитесь. Он считает, что попадёт на небеса. У него есть платные учителя, которые твердят об этом. Они также твердят ему о Баде, Вечной гиене огненной, Куда он непременно попадёт, Если не будет соблюдать заповеди. Что такое заповеди? Очень интересная штука. В своё время я расскажу вам о них. Пойди-ка, брат Андрей. Куда ты там запал? Пойди сюда, скорее. Да, подивуйся, дядя. Торгуй, по-моему, Так будешь не в накладе. Так Владке говорил племяннику купец. Ты знаешь, польского сукна, конец, Который у меня так долго залежался, Затем, что он и стар, и подмочён, и гнил. Ведь это я сукно за английское сбыл. Вот видишь, всей лишь час взял за него садняшку. Бог олышка послал. Всё это дядя так, племянник отвечал. Да, в олышке-то я не знаю, кто попал. Вглядись-ка, ты ведь взял фальшивую бумажку. Обманул купец, то дива нет. Но если кто на мир повыше лавок взглянет, Увидит, что и там у всех во всём один расчёт, Кого кто лучше проведёт, И кто кого хитрее обманет. На щуку подал в суд донос, Что от неё жить я в пруду не стала. Улик представлен целый воз, И виноватую, как надлежала на суд, Большой лоха не принесли. Судьи невдалеке сбирались, На ближнем их лугу пасли. Однако ж, имена в архиве их остались. То были два осла, Две клячи старые, Да два и три козла. Для должного ж в порядке дел надзора Им придана была лиса за прокурора. И слух между народу шёл, Что щука лисеньки снабжала рыбий стол. Совсем тем не было в судьях рецеприязни. И то сказать, что щукиных проказ В удобство не было. Закрыт на этот раз. Так, делать нечего. Пришло писать указ, Чтоб виноватую предать позорной казни И в страх другим повесить на суху. Почтенные судьи, Лиса тут приступила. Повесить мало. Я б ей казнь определила, Какое невиданно у нас здесь на веку. Чтоб было впредь плотам И страшно, и опасно. Так утопить её. Прекрасно, кричат судьи. На том решили все согласно. И щуку бросили в реку. 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 Всегда и везде я опаздывал. Началось это, когда самостоятельно я опаздывать еще не мог. Меня возили в коляске. Как-то раз тетя Муся везла меня через парк на санках по какому-то неотложному делу. Она очень спешила. А когда подошла к дому и развернулась, И санки были пусты. Одни дощечки. Желтые, красные, желтые, красные, желтые. Так бывает, когда леешь в тарман, где кошелек с деньгами, а кошелька-то нет. Тетя в ужасе бросилась назад. Она виталась по парку меж сугробов. Вдруг в конце аллеи она заметила человека в черном пальто. Он нес в руках большой белый сверток. Тетя Муся бросилась к нему навстречу. Она даже не могла крикнуть, как человек скакнул в подошадший трамвай. Тот прощально дрянкнул и покатил зловеще. С крыжищами. Украли мальчика, украли, повторяла она для тебя смысленно в одну точку. А я, свалившись по дороге санки, Тихо лежал тем временем на снегу. В белой шубе, в белой шафрике, в белых вареньках. К тому же, я, кажется, спал и не подавал голосу. Найти меня было непросто. По счастливой, наверное, случайности, Дочка, в которой уставилась тетя Муся, находилась рядом со мной. Стоило ей только моргнуть, как она тут же меня и обнаружила. Правда, у нее на всю жизнь сохранилось подозрение, Что я нарочно выпал в тот день из сана и пытался спрятаться. А мама, когда особенно сердилась, говорила, что я, это вовсе не я, А совершенно другой мальчик, который просто так лежал в тот день на снегу. Настоящие, конечно, не опаздывают. Радуют своим хорошим победителям похитителей, да. Возможно, даже играет на балалайке. И это последнее предположение буквально доводило маму до слез. Ну, и приходилось задумываться, я, это на самом деле я, или Женя. Хотя, что касалось опозданий и вранья, тут уж соперников не было. Если говорили, приходи не позже пяти, я обязательно являлся на часов семь. И без злого умысла, вот все было половина пятого, без четверти, и вдруг шарапку, семь. Тогда мама начала разумно делать поправки на опоздание. Если хотела, чтобы я был дома к пяти, отпускала до трех. Ой, как это работало зимой, а уж весной, чтобы я был дома к пяти, нужно было вообще до часа отпускать. Ну, а в час я только из дома выхожу. Что-то хоть вообще носу на улицу. Возвращался домой необычно с тяжелой совестью, подыскивая оправдания. Ну, играли в лапту. Вон, с Вадиком Свечкиным на свинье катались. Приходилось иногда придумывать что-нибудь поубедителем. Мама, мы искали растению, суреку для гербария. Какая сурека? Повсюду еще с угробы. Ну, мы и не нашли. Соглашался я. Однажды в магазин завезли платки. По черному фону золотая надпись. Уж волнычь близится, а Германа все нет. Мама нарушно купила этот платок и заворачивалась в него, когда я опаздывал. Ну, вот и Герман, говорила она, глядя ухаризменно на меня. И это было хуже от затыльника. Дух, ты чего ясно видел я, как этот злосчастный тащится домой после полуночи, прикидывая, чего такое соврать? Грубые имя Герман. Злодеющие, как скрылся трамвай по рельсам. С таким только после полуночи и являлся. Я бросился к маме. Мама, ну это же я, твой сын, затерянный в сугробе. Я буду стараться, я исправлюсь к лучшему, я владею баловайкой. Мама посмотрела на меня. Так хорошо, без всяких сомнений в моей подлинности. Она обняла меня и... Мы поревели, утирает золотом шаре. И лица наши стали, словно елочные шары. Да ты у меня, золотой ребенок, говорила она. И было так хорошо. И ясно было, что с Германом покончено. Раз и навсегда. Прекрасный летний день, Бросая по долине тень, Листы на дереве зефирами шептались. Хвалились густотой, зелёностью своей. И вот как о себе зефиром толковали. Не правда ли, что мы, краса долины всей, Что нами дерево так пышно и кудряво, Раскидисто и величаво. Что было в нём без нас? Но право хвалить себя Мы можем без греха. Не мы от зноя пастуха и странников Тени прохладную крываем. Не мы красивостью своей писать Сюда пастушек привлекаем. У нас же раннюю позднюю зарёй Насвистывает соловей. Да вы, зефиры, сами Почти не расстаётесь с нами. Промолвить можно бы, спасибо. Тут и нам. Им голос отвечал из-под земли смиренно. Кто смеет говорить столь нагло и надменно? Вы кто такие там? Что дерзко так считаться с нами стали? Листы по дереву шумя затрепетали. Мы те, им снизу отвечали, Которые здесь, роясь в темноте, питают вас. Уже не узнаёте. Мы корни дерева, на коем вы цветёте. Красуйтесь в добрый час. Да только помните ту разницу между нас, Что с новою весной лист новой народится. А если корень и сушится, Не станет дерево ни вас. АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok